Всем привет! И сегодня такая традиционная видеораспаковка, распаковка украшений. И сегодня я вам покажу, что мне пришло в этой коробочке. И есть еще некоторые украшения, которые я вам не показывала, они приходили поодиночке. И я вам сегодня сделаю здесь, просто в этом видео, видеопримерку. И мы посмотрим на них. Кстати, они из этого же магазина просто заказывала добавочно. То есть, например, чтобы у меня сработал какой-то интересный купон от Алиэкспресс, иногда очень выгодно добавочно заказывать какие-то недорогие вещи, типа украшений, ну или еще чего-нибудь. Давайте распаковывать. Коробочка маленькая, но кто смотрит распаковки, знает, что как бы для украшений большие коробочки особо и не нужны. Все равно будет на что посмотреть. Ну и, собственно говоря, запаковано все как всегда. Если заказывать, ну, не одно украшение, то тогда украшения приходят в основном в коробках. Это сейчас мы говорим про мой любимый магазин бижутерии. В принципе, перейдя по ссылке и по любой вещи из этого видео, вы перейдете в магазин. Ну, а теперь посмотрим, что мне пришло. Бумажечка, точнее пупырка. Так, это цепочки, это такие большие, это сережки, это кольцо, тоже огромное оказалось. Может быть, я промахнула с размером. Еще одно кольцо, еще одно кольцо и еще одно кольцо. А еще у меня есть из этого же магазина, извините, но он уже открыт, потому что он пришел чуть ранее. Это браслет, я сейчас покажу. И это сережки, да, сережки, видите? Из новых таких коллекций украшения какие-то вот в такой упаковке приходят интересные. Давайте начнем рассматривать, что же нам пришло, мне. И давайте вот с этих огромных сережек. Они действительно очень большие. Кто первый раз на моей подобной распаковке украшений, то вот здесь появятся близкие кадры и примерка. Соответственно, не обязательно разглядывать, что у меня там такое в руках. Как-то некрупно я вам тут буду все это показывать, потому что здесь будет все дублироваться в деталях. Так, сережки очень крупные. И вы знаете, я не особо по золотым украшениям, но в последнее время немного поменяла свое к ним отношение и решила позаказывать. Здесь у нас, как это называется, заглушка в виде такого жемчужного шарика. И сама основная вот эта вот часть сережки, она под золото, а декоративная часть это типа вот жемчужинка. Ну, я честно скажу, непонятно. Наверное, это пластик, но выполнено очень хорошо и очень красиво. Кстати, вот такой вот микс золота с жемчугом. Если вам не нравятся сильно-сильно золотые украшения, то это как раз-таки хороший вариант в плане того, что оно разбавляет и добавляет немного такого холода и нейтральности. Так, это сережки. Кстати, подождите, подождите, я не посмотрела. Гвоздик здесь под золото, но на нем проба 925, если мне не изменять зрение. Мы знаем, что в этом магазине частенько бывают украшения, которые бижутерия, но с гвоздиком из серебра. Гвоздик достаточно серебряный, мягкий, но зато он комфортный в носке. И если у вас капризные ушки, то это идеальный вариант. Можно целый день носить сережки разных размеров, разных форм, из разных металлов. При этом они не будут болеть в ваши ушки. Ну и в этот раз вы поняли, что я по кольцам. Я очень мало обычно заказывала колец, в основном всякие сережки. Колье в этот раз мне приглянулись кольца, поэтому с них и начнем. Но не сказать, чтобы прям в пару, но похоже кольцо, как сережки. Тут правда не жемчуг, а какая-то переливающаяся такая вставка. И я заказала размер 8. Честно, непонятные немного размеры. Там есть 7, 8, 9. Причем у разных колец в наличии есть разные размеры. Я хотела в этот раз кольцо без регулировки. Ну не везде так получилось, но это мне понравилось. И теперь давайте проверим. Слушайте, я, ну, наверное, я даже не ошибаюсь с размером. Потому что на вот этот палец не налазит, а вот на этом очень даже комфортно. Восьмой размер. И я, честно сказать, не знаю, какого размера мои пальцы. Вот я такой обзорщик, потому что, ну, как-то не приходилось мне в последнее время особо что-то мерить их в каких-то ювелирных магазинах. У меня тут, кстати, еще одно колечко из этого же магазина, безразмерное. Потому что оно раздвигается. Это как-то, ну, так, свободненько сидит вот на этом пальце. Но вот этот очень прям хорошо. Вот. То есть я решила поэкспериментировать немного с размерами. В целом очень неплохо оно сделано. Такое, знаете, тяжеленькое. В целом очень понравилось колечко. Смотрится красиво. Но вы, в принципе, уже вот здесь вот все увидели. И мы переходим дальше. Не буду одевать, потому что дальше буду тоже вам показывать украшения. Украшения. Цепь. Поняла, что нравится мне в этом сезоне. Какие-то деликатные немного варианты. И массивные я хоть и надеваю, но не так часто. А вот деликатные варианты подходят, ну, к большему количеству образов. И поняла, что прям несколько цепочек я ношу постоянно. Хочется немного разнообразия. Вот такой вот вариант. Тут тоже, кстати, вставочка такая же перламутровая, как и на колечке. Только сама цепочка у меня в серебре. Можно было, конечно, в золоте ее тоже заказать. Мне кажется, она была. Она прям тоненькая, тоненькая. Ну, и в целом, в этом магазине мне всегда нравятся украшения. И они достаточно качественно сделаны. Серебро. Ну, вот украшение под серебро никак не меняется. Под золото. Но если прям очень сильно и активно носить, оно, конечно, немного, мне кажется, слезает. И украшение становится такого а-ля серебряным отливом. Поэтому я люблю больше под серебро. Но сейчас лето. И так как немножечко загорело, и я как бы это предвидела, так скажем, потому что заказывала заранее, мне захотелось немножко под золото. Подумала, что поношу, получу удовольствие. Если что-то испортится, ну, как бы не беда. А под серебро вот такие вот украшения практически вечные. Здесь одна получилась у нас тоненькая-тоненькая цепочка. Другая чуть потолще, но обе деликатные. И я покажу браслет, который я распаковала уже. Это тут такой, знаете, барочный жемчуг. Маленький-маленький. И золотистая цепочка. На фотографиях продавца браслет смотрится гораздо объемнее. В жизни он очень деликатный и очень классно, красиво смотрится. Мне нравится сочетание вот этой золотой цепочки и вот этого барочного жемчуга. И классно, что жемчуг не такой, не пластик, такой, знаете, одинаковые-одинаковые формы. А все очень-очень деликатно и красиво сделано. И мне кажется, это прям, ну, наверное, какой-то речной может быть жемчуг. Ну, короче, красота, как вы понимаете. Вот этот браслет мне очень понравился. По размеру у меня достаточно тонкое запястье. Не знаю, где-то, может, 15-16. Хотя сейчас напишут наверняка, что не тонкое, но ладно. И в целом есть запас. Так, дальше давайте перейдем к кольцу. У нас сегодня много украшений, но мы быстро по ним пробежимся, потому что тут много колец. И тут кольцо прям очень большое. Оно сделано, конечно, очень красиво. Тут камушки в виде сердечка, и они очень красиво переливаются. Прям видно, что камушки качественные, то есть не мутные, блестят очень красиво. Но он такой прям очень объемный, непривычный. Ну вот на самый большой пальчик. Оно вроде село. Но так, знаете, пока непривычно. На средний пальчик оно мне велико. По размерам я укажу всю информацию в инфобоксе, к сожалению, на память. Я не помню, какие кольца, какого размера я заказывала. Поэтому переходите в инфобокс, там будет вся информация. И еще в инфобоксе будет ссылка на мой телеграм-канал, где я делюсь всякими полезными находками, классными купонами, делюсь распродажами, когда они есть. То есть на какие-то позиции бывают распродажи не анонсированные, а просто у продавца конкретно очень выгодное какое-то предложение, если я нахожу или если я покупаю, я обязательно там рассказываю об этом. И если вам интересны покупки на Алиэкспресс, то, думаю, вам понравится этот телеграм-канал. Поэтому обязательно переходите в инфобоксе. Вот здесь вот внизу будет ссылочка, подписывайтесь, буду вам рада. Вот такое колечко. Ну и давайте еще покажу теперь сережки и потом еще несколько колечек. Вот эти сережки мне очень понравились. Они пришли вот в такой упаковке. И чтобы сережки, видимо, друг об дружку не поцарапались, внутри упаковки одна сережка была еще запакована вот в такой вот пакетик. И это, в принципе, очень предусмотрительно, очень интересно. Ну, то есть в плане того, что такая забота, я люблю, честно скажу, хорошую упаковку. Хорошая упаковка, это значит, что товар тоже не... Ну, то есть как, плохой товар не будут очень-очень хорошо упаковывать. Соответственно, когда я вижу очень хорошую упаковку, у меня сразу повышается ценность этого товара. Ну, вот как-то так. И здесь такие пластиковые прозрачные у нас, ну, как это, даже не бублики. То есть такой пластиковый декор. И вот эта прозрачная часть, она вроде бы и большая, но из-за того, что она прозрачная, она не смотрится такой прям массивной. Ну, то есть прозрачные всякие детали, они всегда так интересно играют в наших образах. Не скажу, что они невесомые, как бы. Они такие ощущаемые, я бы даже сказала, немножко тяжеленькие. Но у нас у каждого, так скажем, свой порог веса сережек, которые нам комфортно носить. Вот так. Так, и у меня еще осталось два колечка. Еще одну блестяшку вам сейчас покажу, тоже в серебряном цвете, как она открывается. На этот раз это такое безразмерное колечко, такое маленькое, потому что эти такие огромные. Я уже привыкла, что они какие-то, ну, то есть, что все колечки такие большие. Так, ой, ну, смотри, оно смотрится очень классно. Цветное. Тут, получается, у нас два ряда, можно его раздвинуть. Здесь такие цветные камушки, при этом они такие неровные, то есть, смотрятся интересно. И есть небольшие вставки не только из цветных камушков, но и просто из таких каких-то страз. То есть, набор не просто ровная какая-то линия, а такая интересная, очень красивая. И небольшая вот эта полосочка, она просто с маленькими стразиками. Все очень красивые. Камушки все такие прозрачные. И ничего мутного нет, все очень классно. И все камушки зацеплены, то есть, в такие лапки. Даже самые маленькие камушки зацеплены в лапки. Это прикольно. Так, ну, слушай, мне вот это... А вот так вот даже мне очень нравится. И вот это я, видите, все не снимаю, потому что пытаюсь... Уже практически привыкла, кстати, вот к этому большому. А вот эта маленькая, я насчет него вообще очень сильно сомневалась, потому что на фотографиях у продавца она как-то очень цветасто смотрелась. Но в жизни очень классно. При этом можно его раздвинуть и уже как бы на другой пальчик, например, надеть. Вы, кстати, видели, я сняла другое колечко. Но это вы вообще не увидите. Я не показывала его нигде в распаковках. Это был пробный заказ. Это вот здесь крупные детальки, потому что вот так вообще ничего не видно. Это колечко на... Как это? На резиночке такой тоненькой, похожей на леску. Из мелких-мелких камушков. Ну, просто очень маленьких. Оно такое деликатное. У продавцов... Это, кстати, из другого магазина. Но ссылочку я вам оставлю. У продавцов там... У продавца. Очень много разных расцветок. Можно подобрать вообще на свой вкус. И при этом здесь есть такая бусинка, которая выбирается типа под золото она будет или под серебро. Я взяла ее под серебро. Но в целом можно ее развернуть внутрь. Как пока я так ношу. И тогда будут просто камушки. Зачем нужна эта бусинка? Почему нет? Просто с камушками. Потому что именно в этой бусинке прячется узелок. Она чуть-чуть побольше. И внутри как бы есть место, куда спрятать узелок. И тогда смотрится очень классно. Мне очень понравилось. Я, кстати, заказала еще несколько таких колечек. До того, как это ко мне пришло. Ну, вот так вот мне захотелось. Но они пока не дошли. Поэтому, возможно, я покажу в какой-то следующей их распаковке. Вот. И последнее колечко. У меня сегодня прямо одни кольца. Это под золото. Такое одноразмерное. Здесь такая жемчужинка тоже неправильной формы. И витое-витое такое основание получается. По размеру прикольно. Так как вот эта витая часть получается у нас... Ну, тяжело снимается. Витая часть у нас от декоративной очень широкая. И вниз, то есть в нижнюю часть она сужается. И получается, что такое кольцо будет комфортно в носке. То есть, если я про это вам говорила, что оно такое широкое. Ну, то есть здесь достаточно широкие грани. И пальчиками вот здесь вот мы их чувствуем. Потому что нам как-то не очень комфортно. Хотя я уже что-то подпривыкла немножко. То есть необычно как-то. То здесь оно такое у основания тоненькое. И к декоративной части расширяется. Ну и, собственно говоря, на этом все. Вот такая сегодня получилась распаковочка. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои следующие ролики. Ну, а сейчас пока-пока. До новых встреч. Увидимся!